Мне хотелось поделиться радостью, потому что есть премьеры, ради которых в театре стоит жить. Жить, работать, потому что премьера спектакля «Поминальная моя литва» по пьесе Григория Горина – это событие в жизни нашего театра. Театр расскажет историю Тевье Молочника, его жены и дочерей, его беспутного родственника Минахима и еще многих героев. Молочник Тевье, философ и балагур, выдает замуж своих дочерей и, конечно же, мечтает об их счастье. Но дочери поступают не так, как хотелось бы отцу. Старшая выходит за бедняка, средняя за революционера, а младшая за православного. Но эта история не о классовом или национальном различии. История жителей села Анатовки подтверждает простую истину. Люди на земле такие разные и в чем-то главном такие схожие. Поставил пьесу Игорь Анатольевич Черкашин, художественный руководитель Стерлитомакского русского драматического театра, который недавно приезжал в наш город с замечательной постановкой Ростовского молодежного театра «Очень простая история». Поставив в нашем театре классическое произведение «Чайка», режиссер был приятно удивлен профессионализмом и самобытностью наших актеров. То есть самоотдачей в каждой роли и невероятной пластичностью, с которой знакомы все зрители Новошахтинского драматического театра. Это удивительный коллектив, он удивительный по своей энергетике, он удивительный по своей студийности, по вообще тому, как он возник благодаря сумасшедшей энергии его художественного руководителя, и заряженности своей на то, чтобы сказать что-то миру сокровенное, что-то настоящее, что-то цельное. «Православных, эксплуатируйте! Вы моему отцу не раз ели, господину Рябину! А если Степан мне в субботу коров подает, а я ему воскресенье? Кому от этого плохо, а? Я с тобой толкую, потому что ты умный человек! У меня предписание не препятствовать! У нас институция, мать ее! Свобода проявлений!» Сейчас у нас в роли Тевье играет ведущий артист, заслуженный артист России Николай Ханжаров. У нас два состава, спектакль очень добрый, светлый, он про всех нас. В деревне Анатовка с давних пор жили русские, украинцы и евреи. Жили вместе, работали вместе. Только умирать ходили каждый на свое кладбище. Обычай. Здороваясь, русские снимали шапку, и евреи шапок не снимали никогда. Обычай. У русских был поп, у евреев рэп. Мудрые люди, между прочим, знали ответы на все вопросы. Когда задумывался этот проект, этот спектакль, я его не мыслил без этого артиста в главной роли. Но должен вам сказать, что и здесь, в Новошахтинске, второй исполнитель этой роли, Юрий Сопов, он же главный художник этого театра, тоже очень достоин в этой работе, и в чем-то они разные, и так и должно быть. Не сказано ли в Писании, не по своей воле живет человек? Впрочем, Господи, что я толкую тебе про Святое Писание? Кто из нас читал, а кто диктовал? Мы занимаемся душой. Душой, эмоциями. Пытаемся организовывать это, а через это пытаемся зрителя заставить задуматься. А мы пытаемся их вовлечь в эту историю, сделать их соучастниками этой истории, а не созерцать и анализировать, а сопереживать. Как тебе это нравится? А, я вижу, это тебе нравится. Благослови нас, папа. Но я же знаю, ты добра. Добра. Добра, дочка. Добра. Я вам узнаю, как будет рваться мое сердце, когда я буду видеть вашу нищую жизнь. Я буду работать, рептейн. День и ночь. Ваша дочь не будет знать нужды. Мне дают швейную машинку в кредит. Да? Ну напиши об этом, Родчин. Он умрет. О, Господи. Видно, на роду нам написано, чтобы бедные плотили бедных. Сегодня любой разговор о вечных ценностях, любой разговор о единении людей, о неразъединении, мне кажется, актуальнее ничего быть не может. Я так скажу. Не дам два сыра, ваша орать будет. Дам два сыра, моя. Дам один. Пусть обе орут. Отце верно. Хороший ты человек, Тель. Хоть и еврей. Надо же быть кому-то еврей. Лучше я, нежели вы. В центре истории стоит семья и взаимоотношения в семье, а это сегодня тоже, потому что у нас институт семьи усиленно разрушается. Голда! 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 Ну как-то ли? Голда! Это... Что же? Это! Это цветок, Голда. Ну, предположим, зачем? Слушай, легче лечь в гроб, чем ответить на все твои вопросы. Муж дали жене цветы, это нормально. Ну, если учесть, что один раз за двадцать лет... Твоя беда, Голда, в том, что ты не умеешь подслушивать. Мне бы было гораздо легче. Знаешь, все, как ты хотел, все, как ты хотел... Я сказал, она согласила. Я настаивал, она еще как обратно. Я пью. Ты побойся Бога, Голда. Пив. Не сказано ли в Писании, что ласковое слово размягчает сердце? Всем зрителям мне хочется пожелать любви, добра. Вот поверьте, вы придете, спектакль, он серьезный, он глубокий. Там и смех, и слезы рядом. Ну, все, как у нас в жизни. И вот, ну, он такой светлый финал, что хочется, чтобы вот мы все были едины. Что нам делить? Что вот главное в мире – это любовь. Жизнь одна. Живите ярко, живите интересно. А этот театр делает все возможное, чтобы у вас такой шанс появился. Чтобы у вас было такое место, где можно жить интересно и талантливо, и насыщенно. Позже.